Итак, друзья, привет всем, кто смотрит канал Латухи. Сейчас будет у нас первый мини-обзорчик, потому что полный обзор, чтобы сделать, мне нужно полностью проверить камеры. А в Питере, как поется в песне, дожди, поэтому пока коротенький мини-обзор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, для начала начнем с того, что у него есть одна нелепая для меня функция, но многие зрители ее очень любят. Вот аппарат у нас лежит без дела. Мы как бы просто занимаемся своими делами, подходим, и у него загорается время. Мне это нафиг не нужно, это тратит батарейку и так далее, поэтому при первой же возможности я его, само собой, от этого отучу. Это все делается в настройках, но это несложно, но сразу замечу, что первично я его настраивал в распаковке, когда вы видели, на работу с теми же настройками, которые были на предыдущем смартфоне, по-русски восстановил их из облака, и начались глюки уже после второго обновления. Про это все есть отдельное видео на втором канале, поэтому заострять внимание я не собираюсь. Скажу так, что недавно был произведен сброс настроек, программа установлена уже по минимуму, и аппарат стал намного быстрее. Но чтобы долго не тянуть, расскажу всего минуса сразу, а потом уже поговорим о подробностях. Первый глобальный для меня минус – это медленный запуск камеры. А точнее говоря, вы видите, она сама-то запустилась, да, но теперь оп! Смотрим. Я думаю, вы все поняли, да? Вот. И вот только теперь он его прорисовал, и только теперь мы можем посмотреть. То есть с момента… Сейчас мы ее из памяти выгрузим. Вот, да. С момента запуска камеры, фотографирования, до просмотра с возможностью увеличения, проходит какое-то время. Вы видите, да? Он разрешение еще не дал. Сейчас пройдет время. Много времени. И он его дорисует. И можно будет рассматривать. Нет, слушайте, быстрее я стал работать. Молодчинка. Вот, 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 вот оно опять. Ждем. Значит, чтобы вы понимали, поближе подъеду. То есть все как бы пиксельное. Но если сделать вот так, вообще все пропало. Ау. О. О. Короче, он не понимает, что ему рисовать. Дубль 4 или 3 я уже сбился. Открываем. И пробуем увеличить. Вот теперь у нас хорошее разрешение. Я думаю, разницу вы ощутили. То есть первично он фотографии показывает в каком-то урезанном разрешении, а до нормального просмотра фотографии проходит довольно-таки длительное время. Пробуем еще раз. Вот так. Вот он рисует в обработке. Но кадр он нам так и не отдал. Чтобы он его нормально прорисовал, надо сделать так. Раз, два. Но он все равно не отдал. Делаем еще раз. Раз, два. Раз, два. И вот только теперь нам доступен кадр. То есть где-то 4 секунды уходит на то, чтобы он ее перерисовал. И еще секунды 4 на то, чтобы он потом дал нам посмотреть. Получившуюся фотографию. Но на самом деле прилетело две обновы. Много чего уже исправили. Поэтому я надеюсь, что это дело ненадолго. И к тому времени, как это подлечит, я как раз соберусь сделать полный обзор. Также я надеюсь, будет солнечная погода в Питере. И я, соответственно, сделаю такие фотки уже в солнечный день. И все будет здорово. Далее, обратите внимание. То есть у макрокамеры вроде есть фокус, но она ловит. Сейчас. С расстояния больше двух пальцев. Но макро работает с фокусом. Это уже круто. Половина компаний со смартфонами дешевле 20 тысяч не имеют фокусировки в макроглазке. Это имеет. То есть тут все здорово. Вот вам, пожалуйста. И, само собой, двухмегапиксельную фотку этот процессор обрабатывает в разы быстрее. Кстати, да, кто не верит, на самом деле разрешение 1600 на 1200, а помнится мне это именно 2 мегапикселя. А проблемные фоточки, на которых он заикается, имеют разрешение 3472 на 4624. Если пересчитаете, наверное, будет где-то сейчас 4 на 3.12. Ну, где-то как раз к 16 мегапикселям мы и подъедем. А если же мы включим 64 мегапикселя, надо его зафиксировать, потому что вы видите, как долго будет кадр сниматься. И посмотрите, как это происходит. Зато доступ... А, вот, 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 сейчас только прорисовал. Хотел сказать, доступ раньше дал. Нет, он его еще рисовал. Но качество реально уже ближе к 64 мегапикселям. Но ждать, как вы видели, приходится где-то 5 секунд. И если вы снимаете снимков много, то он их просто не перерисовывает для вас, а скидывает в файл. Поэтому это тоже происходит быстро, ему хватает мозгов. Но если вы хотите сфоткать и сразу посмотреть, забудьте. Это сразу будет секунд через 10, в лучшем случае, если вам надо увеличить. Не увеличивая превьюшки, он покажет хорошо. Ладно. По минуссякам мы проехались, теперь плюссяки. Первое. NFC. Антенна располагается где-то здесь, потому что нижняя часть вообще не реагирует на метки, значит, в верхней части. Реагируем вот с такенного, блин, расстояния, но при этом оплата не проходит. То есть, чтобы вам оплатить на терминале, вот, допустим, это терминал, вам нужно каким-то зверским броском вот так вот поднести его, потому что если вы подносите медленно, он уже на таком расстоянии поболтает с терминалом, и оплата не пройдет. Зато если вы сделаете вот так, и зафиксируетесь верхом смартфона, у верха экрана терминала, то все будет хорошо, и оплата проходит просто легко. Далее. Фронтальная камера, на мой взгляд, это офигенный плюс этого аппарата, не глядя на то, что основная тут не самая хорошая, то есть она подтормаживает, она делает хорошие фото, но средненькие видео, а фронталка, ой, даже мой чубчик спалило. Фронталка работает просто офигенно. Смотрите. Учитывайте, что аппарат дешевенький, да, но относительно. То есть для его цены он снимает довольно-таки хорошо. Кстати, да, по фотке, я думаю, вы догадались, что видео пишется на Blackview BL6000 Pro, и часики, кстати, тоже Blackview X5. Ну, ладно, это реклама другой компании, эти мне не заплатили, поэтому будем рекламить и не париться. Это у нас галерея фото. Это у нас видео. 30 кадров в секунду, если пишете, то получается со стабилизацией. При 60 кадрах в секунду стабилизацию не завезли. То есть пишет очень даже красиво, и вообще все здорово. Но, еще раз напоминаю, 1080 – это предел для этого процессора. 4K в нем не завезли. И, кстати, теперь посмотрим настроечки. Вот так вызывается основная часть настроек, в которой есть все, кроме настроек видео, теперь после обновления. До обновления было, на самом деле, все. Так, а если мы переключимся туда? Там будет виднее. Так, а если мы хотим перейти в режим видео и настроить его, мы открываем заново эти настройки. Настроек видео здесь нет. Типичный пользователь типа меня пугается, а на самом деле вот этот треугольничек видим. Нажимаем, и вот вам. Включен ли фонарик? Соотношение сторон 16 к 9 или полноразмерный, то есть совсем длинный. Стабилизация включена или выключена? И кадры в секунду 30. Соответственно, вставим 60. Будет 60. Разрешение 720 точек отобрали. Осталось только 1080. Видимо, чтобы не путать людей, чтобы всегда снимали в хорошем разрешении. Ну и тут же включение-выключение микрофона. Если же пробежаться по основным настройкам, то увидим, что разрешений тоже немного. 11 или 16 мегапикселей или 9,6,5 при полном размере. И 12,8,3 при 9 к 16. Ну вот как-то так. Это у нас фото. Селфи-камера 3 к 4. 9 к 16. Или полный размер. Почему везде рекомендуется меньше? Потому что камера, опять же, квадропиксел. Основная камера у нас это 16 по 4. А это у нас 4 на 4. Что такое квадропиксель, лучше почитайте в гугле. Не буду вас запаривать. Хотя, кстати, зачем я так сделал? 3 к 4. Ну и ладно, пусть 4 мегапикселя. Фиг с ним. Быстро снимать умеет. Если вот так вот помахать аппаратом, то он переходит в камеру. Можно прикосновением снимать. Включать-выключать звук затвора, что в Японии запрещено у нас почему-то вовсю. Использовать, то есть запоминать режимы. Включить водяной знак можно. Почему на некоторых моих фотках вы видели подпись? Латуха. Точка.ру. Латуха показывает, там что угодно. То есть этот аппарат умеет придумывать водяные знаки. Очень прикольная фишка. Есть искусственный интеллект. Автоматически фоткает при видео улыбке. Автоматически, когда вы раскрываете руку, фотографировать умеет. Может интеллектуально подбирать режим фотографии в зависимости от того, какая обстановочка, экспозиция в кадре. Ну, короче, с этим все хорошо. Теперь лезем в настройки. Что меня здесь порадовало? Первое, что меня порадовало, это сим-карты. У нас есть выбор цвета симки. Что сейчас в половине аппаратов нет. Здесь есть. Далее есть настройки сим-карт. Автоматически выбирать в зависимости от оператора. Для работы я не помню. И вручную это, когда вы сами решаете, что будет. Само собой, я люблю управлять всем процессом, поэтому я выбрал сам, что у меня все будет через первую сим-карту. Принимаю с обеих, звоню через одну, пишу через эту же. Точки доступа модем. Есть даже Bluetooth модем. Можно сделать точку доступа по Wi-Fi. Ну и настройки мобильных сетей в зависимости от операторов по отдельности. Звонки через 4G в наличии. То есть, в OLTE. И, кстати, есть в OLTE. Отдельно можно включить здесь. А можно на них же выйти через настройки звонилки, как обычно в большинстве смартфонов. То есть, путаницы тут нет. Аккаунты для звонков. МТС. Звонки по Wi-Fi. То есть, попадаем туда же. То есть, ребята, молодцы. Сделали двойной выход на одни и те же настройки. То есть, кто как умеет, тот так и находит. Но обе методики работают. Подключение устройств и Bluetooth, и NFC настройки и так далее. Я думаю, вы все видите, что Bluetooth-овские настройки все нашлись. Можно включать и находить по отдельности. Есть трансляция на беспроводные мониторы. То бишь, по-русски на умный телевизор и так далее. Отдельный путь для доступа к файлам, полученным через Bluetooth. Chromebook никогда не имел, поэтому не знаю, что там будет. То есть, настройки с Chromebook связаны какие-то со соединением. И обмен с окружением. Это последняя, непонятно зачем, добавленная тема от Google. То есть, благодаря этому можно переписываться с людьми за соседней квартирой, за соседней стенкой и так далее. Короче, мне это неинтересно, поэтому туда я не лезу. Приложение, уведомления. Классика жанра, ничего нового. Он сейчас родит нам весь список приложений. И вот такие фишки нужно отключать, если вы не хотите тратить лишнюю батарею. Но зато, честно сказать, прозеваете уведомления, если они в вашей области работают. У меня они, по-моему, нифига не работают. Я ничего не получал никогда в жизни. Спецдоступ. Классика жанра, как на всех Android-устройствах. Так, далее батарея. Можно включить отображение в цифровом виде заряда батареи. Полная зарядка была 3 часа назад. Врёшь, батенька. 100% не было. Было 93%. Кстати, этот смартфон очень медленно добирает последние 20%. Правда, скажу так, пользовался Quick Charge, но не родным. При подключении к блоку питания Quick Charge хорошим кабелем он пишет, что учтите, что заряд идёт через быструю зарядку. И нагревать смартфон мы будем серьёзно. Обратите внимание. То есть, если не хотите нагрева, переключите на более медленную. То есть, не используя Quick Charge. Сам переключатель не имеет. Это не Samsung. Режим энергосбережения включится автоматически. И выключится потом тоже при достижении 90 градусов. Так, что у нас ещё полезного есть? Сведения об использовании. Какие программы, сколько энергии кушают. Можно раскрыть полностью. Тогда он покажет, сколько экранного времени. Могу сказать так. Мне этого аппарата хватает всего на полтора дня. На два дня. Ну, никак не хватает. Хотя банка 6 А. Поэтому хоть убейте меня. Хоть не знаю, что угодно говорите. Те, кто обругивают китайские смартфоны. То есть, самая компания, о которой я говорил. Со смартфона, о которой я пишу. И часы, от которой у меня на руке. Что у них, видишь ли, батарейка естся быстро. Вот вам Lenovo. Банка 6 А. Поедается точно так же, как на смартфонах Blackview с банкой 6 А. Причём это Qualcomm у Blackview MTK. Что вы там говорите про оптимизацию и всё такое? Тогда Lenovo тоже не смогли оптимизировать? Да не поверю. Просто у кого-то слишком завышенные, по-моему, требования. Ладно, батарею мы посмотрели. Теперь у нас экран. Ночной режим есть. Этот режим должен вас усыплять. Чтобы ваши глаза хотели сказать, намекали просто, что пора бы лечь спать. Есть автояркость, которую можно отключить. Есть управление обоями. Собственные встроенные. Обои от Google и живые обои от Android. Есть тёмная тема. Режим во весь экран. Для приложений, в которых вы пометите галочки, которые Е точнее вы пометите галочкой. Есть спящий режим. Через сколько будет? Кстати, нету режима никогда, потому что это не AMOLED-экран. Автоповорот экрана был выключен. Поэтому видели, что я при воспроизведении видео поворачивал ручками. Размер шрифта можно ещё мелче. Можно крупнее и очень крупнее. Ну, в общем, штатный меня пока устраивает. Размер интерфейса. Вот это, кстати, меня тут не очень устраивает. Потому что всё-таки экран очень вытянутый и длинный. Поэтому я предпочту немножечко увеличить интерфейс. Заставка. Часы, фото или цвета. Когда запускать. Короче, классика жанра. Ничего нового. Внимательный дисплей. Это экран. Не будет отрубаться, если он будет видеть, что вы смотрите на экран. Инструменты для скриншотов. Понятно. Скриншот тремя пальцами. Ни за что не включу. Потому что здесь сейчас 10-тачечный мультитач. А он, скорее всего, станет трёхточечным. Потому что так на большинстве смартфонов. Жест для разделения. Ага. Это я не трогал. И не хочу. Так, теперь в память лезем. Из 120 занято 22 всего. И тут же можно посмотреть, какие файлы на что заняты. И можно раскрыть. Кстати, файл менеджер, оказывается, есть. А я Google файл ещё раз поставил. Думал, файл менеджера нет. Но я на самом деле не приглядывался. Я привык к Google файлес. Потому что эта программа умеет передавать файлы через Wi-Fi. То есть это намного быстрее, чем через Bluetooth. Так, подходим к самому интересному. Звуку. Первое. Второе. Третье. Но если пододвинуть сюда, конечно же, будет намного громче. Вибро при звонке. Громкость приложений. Ух ты же, даже так есть. Ладно. Есть эквалайзер. Ого. Круто. Вот этого даже не замечал. Поэтому я и говорю, к полному обзору я обязуюсь дальше это всё дело проверить. Так, режим не беспокоить. Ну и дополнительно. Рингтон на первую симку. Громкость. Дом. Первая симку. Полтора. Прямо. ну короче такие жесткие звуки можно включить или отключить звук касания экрана звук при наборе номера звук блокировки экрана оповещение зарядки и вибрация при касании то есть отзыв отклик это я оставляю отключение звонка подъемом выключена слава богу не беспокоить перевернув смартфон выключена слава богу переключение треков тряской смартфона выключена слава богу почему это в звуках но вот я бы никогда не нашел если бы не зашел в звуки так в памяти мы были конфиденциальность реклама не персонализируется отслеживание действий она проверяется в интернете все понятно теперь у нас безопасность в которой у настроена отпечаток пальца одного четыре раза только тогда смартфон стал очень хорошо распознавать отпечаток показываю ты ринь все до того как я внес туда четыре пальца были проблемы 1 приборчик убираем тут же есть smart lock я думаю что это такое вы знаете если нет то вам это не надо и есть face control или как face unlock господи кто как называет короче разблокировка по лицу сейчас мы его настроим чтобы вы видели все это наглядно и есть активация экрана подъемом смартфона для блокировки жесть проверяем так так палец убираю чтобы все видели что пальца там нет все разблокировка по лицу мгновенно блокировка sim даже есть администратора шифрование доверенные агенты поднимите для разблокировки не хочу закрепление приложений а ну короче это детский режим как бы то вы включаете одно приложение блокируете и даете ребенку поиграться чтобы он никуда не залез аккаунта это мое спец возможности толкбек завезли озвучивание при нажатии завезли размер шрифта элементов лупа тройным касанием ну понятно в любом месте ткнули три раза и он увеличит крупный указатель мыши на версии цветов удалить анимации если вам не хватает скорости работы смартфона хотя в принципе работа здесь хорошая во всем кроме камеры я вам говорил единственное что подтормаживает немножко это камеры кстати игротест уже на втором канале игры офигенно в нем работают исключение папк папк на максималках не пошел все остальное у меня игралось на максималках но ссылочка я думаю будет в описании или где-нибудь тут всплывет баланс звука это прерогатива десятого дроида или примочка скажем так высококонтрастный текст ненавижу становится как-то неприятно смотреть но некоторые включают я видел цифровое благополучие примочка гугла сам гугл это примочка гугла система дополнительно если залезть в настройки по номеру сборки потыкать вы становитесь разработчиком после ввода вашего пин-кода и в пунктике система у нас появляется режим для разработчиков точнее меню в котором можно активировать то что я люблю а можно отключить все ненужное люблю я отображение касания а также иногда пользуюсь отладкой по юсб отражение место прикосновения нужно для того чтобы понимать если фантомное нажатие и в то же время куда зарегистрировалась прикосновение то я не хочу также здесь можно ограничивать поиск сетей вай фай подробные журналы включать аппаратное ускорение и так далее и тому подобное также можно посмотреть какие каскадь не методики а господи как называется кодеки его работы bluetooth а звука точнее при блютусе присоединение с гарнитурой и другими мультимедиа устройствами будет работать тут же отключается или регулируется степень анимации насколько много времени процессор он будет тратить на анимацию и в общем вот как то так все что мог что видел в смартфоне рассказал и показал в следующем обзоре будет уже больше впечатлений и если какие-то исправления будут расскажу что исправили так в основном как бы все менюшки я вам показал и могу сказать что некоторые настройки были неактивны именно благодаря тому что я поковырялся на теперь вы видите что даже этот пункт работает и можно настроить приложение полностью точнее не плать приложение смартфон он будет всегда делать то что вы сказали объясняю что еще стыка если ставить режимы актив это приложение всегда работает working set это работает когда нужно frequent если запустят rare никогда не работает вот как то так на этом деле всем спасибо я тихонечко донастраиваю смартфон а вам всем желаю удачи и смотрите остальные видео про данный смартфон если это интересно ну и про броники в целом на канале от латухи если вас этот хоть капельку заинтересовало всем спасибо всем пока и ссылки на другие видео про данный смартфон в описании внизу всем чао а 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 и а